Белые халаты сегодня они сменили на костюмы и вечернее платье. Это практически единственный день в году, когда накануне праздника медработников сотни врачей со всей республики собираются вместе. По традиции, к каждому белые цветы – символ чистоты и бескорыстия профессии. Руководство республики поставило перед нами сложные и непростые задачи. Повышение рождаемости, ликвидация кадрового дефицита, доступная, качественная медицинская помощь и, конечно же, повышение продолжительности жизни нашего населения. А сделать это можно только в команде, подчеркнул министр. В этом году на конкурс было подано 152 заявки со всех районов республики. Определял победителя общественный совет при Минздраве. Учитывали и мнение татарстанцев. За любимого врача можно было проголосовать на интернет-страницу Минздрава. В зале сегодня и благодарные пациенты. Два года назад у Гульнары Абдулины обнаружили опухоль головного мозга. Спустя месяц после операции она узнала, что ждет второго ребенка. Риск потерять его и саму женщину был велик. Но команда врачей 7-й больницы МКДЦ и РКБ рискнули. И сегодня их награждали в номинации «Уникальный случай». В любой момент могло случиться непоправимое, мы могли потерять и женщину, и ребенка. Но настойчивый характер самой беременной и успехи 7-й городской больницы, РКБ, МКДЦ привели к тому, что беременность завершилась благополучно, чему мы очень рады. Я сказал, Бог да, надо рожать. Вот я согласилась на это. Я очень благодарна своим врачам. Врачом года 2018 становится Бодрова Резида Ахметовна. Физиотерапевт госпиталя ветеранов «Воин Казани» в профессии более 20 лет. Под ее руководством открыто первое в Привожском округе отделение реабилитации. Инновационные методики, тиражированные по всей стране, позволяют ежегодно снижать инвалидность на 5-8%. Награда 100 тысяч рублей из рук президента. В республике очень много делает с частью укрепления материально-технические вазы и крупные центры, и межрегиональные центры. Очень большая работа идет сегодня по первичному звену. Но самое главное в этой конструкции системы – это люди. Если ты сумел помочь хотя бы одному пациенту, это продает невероятные силы для того, чтобы помочь остальным, несмотря на какие-то личные проблемы. Лучшим медработником признали Рушунью Ахмедшину, фельдшера из Балтасинского района. Участковый педиатр Заинской больницы Григорий Абрамов стал лучшим врачом первичного звена. В почете и ветераны профессии. Легенды здравоохранения назвали Александра Дубровского из Тетюш. 20 лет он возглавлял районную больницу. По его инициативе в республике начались массовые медосмотры. На каких должностях я бы не трудился, для меня всегда был приоритет. Это отдать все свои силы, знания, опыт, организаторские способности одному. Было подчинено это сохранение и приумножение здоровья сельского жителя. Автомобиль «Лада Гранта». На новенькой машине сегодня уехал Зефер Сафин, фельдшер из Алексеевского района. Он обслуживает почти 900 сельчан и ходит на вызовы пешком. За время его работы рождаемость выросла. Не было ни одного случая материнской и младенческой смертности. Это неожиданно для меня, конечно. Машина будет служить и далее для моих пациентов. Денежные призы и гранты на зарубежные стажировки получили сегодня в награду практически все номинанты. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ.